Сегодня посмотрим с вами новую модель от компании Lenovo под названием Lenovo A390 Модель является бюджетной До 1000 гривен стоимость этой модели в нашем магазине Ну и давайте по стандарту посмотрим в какой коробке поставляется именно этот аппарат Вот такая вот заводская коробочка Она абсолютно небольшая В комплекте у нас особо ничего нет Есть карантинные панели Обязательства производителя, инструкция и тому подобное Есть USB кабель для подключения к компьютеру И есть оригинальная зарядка Обязательно сюда влаживаем переходничок под наши розетки Больше ничего в коробке нет И переходим непосредственно к нашему устройству Смартфон получился небольшой 4 дюйма дисплей Спереди защищенное стекло Тут у нас логотип Lenovo сверху Датчик приближения Динамик Три сенсорных кнопки слева направо Это меню, домой и назад С этого бока у нас ничего нет Сверху у нас кнопка включения и выключения Разъем под подсоединение к компьютеру Или для зарядки И стандартный разъем 3,5 мм для наушников С этого бока у нас качелька громкости Вот такая вот удобная Довольно удобно ней пользоваться Снизу у нас абсолютно ничего нет Здесь вот у нас каемка для открытия аккумулятора Точнее крышки Задняя крышка у нас имеет логотип Lenovo Имеет 5 мегапиксельную камеру И решеточку под динамик На сайте производителя заявлено Что модель выполнена из металла и поликарбоната Ну вот если это поликарбонат То вот это я сомневаюсь Что это металл Я думаю что это пластик покрашенный И возможно в процессе эксплуатации Ну именно в этих местах оно облезет Ну утверждать не могу Под аккумулятором данной модели находится вот что Здесь у нас идет аккумулятор на 1500 мАч У нас две больших стандартных сим-карты Одна стоит вот разъем под microSD карточку Она тоже стоит Камера у нас без вспышки и без автофокуса Вот такая вот модель выглядит под аккумулятором Крышка вот такая По сборке Лично у меня не возникает никаких нареканий Никаких вопросов Все собрано максимально хорошо Вот таких вот люфтов здесь нет Абсолютно все прилегает То есть идеальная сборка Аппарат не трещит Вот я его на перегиб беру Ну то есть по сборке нареканий у меня нет Прошивка С завода приходят К нам с завода приходят Эти модели с англоязычным языком Очень многие люди Которые смотрят мои обзоры Хотят и любят умничать Что вот якобы куча русских прошивок Там куча везде всего Прям там Из Китая продают с русским языком Давайте в данном контексте Я буду рассказывать А вы будете слушать Если я говорю, что к нам приходят эти модели С английским языком То значит это так и есть И если бы они к нам приходили с русским языком То это было бы только классно И мы бы не напрягали своих программистов Которые занимаются постоянными прошивками Абсолютно любого смартфона Lenovo Поэтому прошивка у нас Русскоязычная Прошивка там где-то с Lenovo Forum Как мне кажется Эммм Давайте посмотрим все технические характеристики данной модели То есть через программку Antutu Модель у нас построена На базе двухъядерного процессора MTK6589 Новый четвертый Antutu показывает у нас 8263 И давайте по характеристикам Вот кстати прошивка Lenovo A300 Row Скорее всего это версия прошивки Ну название точнее Операционная система 404 MTK6577 Это двухъядерный Графический ускоритель PowerVR 531 Разрешение экрана 800 на 480 5-мегапиксельная у нас камера Напоминаю как я уже говорил Она без фокуса и без вспышки Память Встроенная память в данном аппарате У нас 4 гигабайта 512 оперативной И карты памяти у меня сейчас стоит на 16 гигабайт Характеристики процессора Двухъядерный MTK6577 1 гигагерц максимальная частота работы Экранчик у нас TFT матрица 240 точек Плотность В принципе тут основные дальше характеристики По сенсорам Вот у нас прошивка показывает Что тут якобы есть light sensor Насколько мне известно Это датчик освещенности Здесь его нет Датчик приближения есть Ну и само собой акселерометр Еще программка Которая показывает нам датчики Это ZDeviceTest Давайте посмотрим Что он покажет нам Во-первых Здесь есть GPS В принципе GPS рабочий Дальше об этом скажу Wi-Fi и Bluetooth Само собой акселерометр Компаса Здесь нету Датчик приближения Датчик освещенности здесь нету Датчик приближения есть В принципе Ну и акселерометр Я уже говорил Еще одна программа В которой я тестирую данную модель Это Antutu Tester Сейчас мы посмотрим Сколько точек касания Точек касания у нас всего 2 По поводу экрана Экран у нас TFT матрица Цвета в принципе Под прямыми углами хорошие Но если Другие цвета Точнее под другими углами То конечно же сразу Меняет Свои цвета Сам экран Битых пикселей Каких-то засветов Я практически не наблюдал Я считаю что это плюс Для таких бюджетных моделей Я тестировал данную модель Аккумулятор А тот который 1500 мАч И вот что у меня получилось Сейчас покажу Значит Я протестировал данную модель Через Antutu Tester Набрал он у меня 419 баллов В принципе Это не столь большой результат Я тестировал эту модель дальше Ну все-таки 1500 мАч Это не так много Для современного смартфона По современным меркам Также я протестировал данную модель Просто прогоняя ее в игре То есть вот у меня Скриншоты я сделал Так мне проще показывать Ну и вот Видите диаграмму Работы аккумулятора Вот осталось у меня 6% Телефон в режиме Игры Epic Citadel Проработал 3 часа 7 минут В принципе это довольно-таки Достойный результат Для такого небольшого аккумулятора Потому что у меня модели 4-х дюймовые С аккумулятором на 2000 мАч Показывали примерно такие же результаты То есть по аккумулятору Можно ставить смело плюс Это мой вердикт Возвращаемся к нашей прошивке К нашим возможностям смартфона Прошивка русская Все максимально Где нужно есть на русском языке 4.04 у нас Android Вот его настройки Тут есть и расход заряда батарейки Память можно посмотреть И меню для разработчиков Информация о телефоне Дата, время То есть все что нужно Рабочие столы у нас Перелистываются как нам захочется Вот есть сенсорная кнопка Она предлагает нам Самые разные настройки Эффекты, параметры Все-все-все что нужно Также у нас есть Выпадающее верхнее меню В котором также есть что посмотреть В принципе здесь есть яркость Таймером отключения Автоповорот его можно выключать Ну то есть стандартные настройки 4.04 Android По поводу нашего экрана Экран, как я уже говорил 4-дюймовый Разрешение 800 на 480 Матрица у нас TFT И давайте посмотрим Насколько это критично Или может быть не критично Ну я вам сразу скажу Скажу что Значительно у нас экран Выдает себя Что он не IPS матрица Это сразу же видно Ну под прямыми углами Все классно, все четко Цвета допустим Довольно таки хорошие Ну вот Вот сейчас очень хорошо видно Я выбираю изображение И оно сразу уходит в негатив Вот тут тоже Так Вот какая картинка И вот сразу Это не отблески То есть это вот просто так Отображает экран Под разными углами По разному Ну то есть экранчик Для бюджетного смартфона TFT-шная матрица Это стандарт Отлично модель работает В принципе с воспроизведением видео Без каких-либо кодировок Без кодеков Запускается формат видео 720 точек Звук динамика Довольно таки громкий Видео формата Full HD Без кодировки Без установки Каких-либо особых программок Не запускаются По поводу игр Игры я ставил Я уверен Что на этой модели Пойдут игры И Most Want И Real Racing 3 Соответствующей графикой И Modern Combat 4 Но в прошивке Память То есть сделана таким образом Что все программки Устанавливаются Именно на память Самого устройства Не на карточку памяти Которую я вставил Это делается Это настраивается Но извините У меня на это Не было времени Покажу Скажем так Самые стандартные Игрушки По типу Angry Birds По типу Dead Trigger То есть Те которые тоже Довольно таки Ну Dead Trigger С хорошей графикой Скажем так Смотрим Таким Довольно таки Крутой Девуший В принципе могу сказать, что игры запускаются довольно-таки хорошо Процессор двухъядерный, графический ускоритель подделывает графику игр до того уровня Который удобно и комфортно работать самому устройству Поэтому если вы хотите поиграть, то этот смартфон тоже в принципе подойдет для этих целей Опять же ни для кого не секрет, что смартфон будет отлично отрабатывать потоковое видео с ютуба Давайте посмотрим, как это будет происходить Подключен смартфон у меня к Wi-Fi, поэтому будет пострадиться потоком Также смартфон с легкостью работает с браузерами То есть можно полазить в интернете, будет использовать различные сайты, просматривать То есть, ну это полноценный смартфон, поэтому в этом нечего удивляться Вот наш сайт прогружен Скроллинг довольно-таки плавный Мультитач хорошо, быстро работает Можно почитать все, что необходимо нам Не подтупливает То есть, ну в принципе справляется нормально Нормально оптимизирована прошивка для вот этого дела По поводу работы камеры Камера у нас 5-мегапиксельная Без автофокуса, без вспышки В принципе, особо тут показывать нечего Она особо так классно не фотографирует Ну, я вот сделаю один снимок Ну, потому что, скажем так, камера просто для галочки То есть, особо тут надеяться на какое-то качество Съемку особо не приходится Вот Видео снимает, в принципе, камера тоже И тут есть самые разнообразные настройки Вот у меня даже сейчас стоит качество видео HD То есть, ну, как вы сами понимаете, что Видео оно особо хорошо снимать тоже не будет Вот я запишу сейчас просто ролик Как раз проверим, как он воспроизводит Ну, как микрофон еще работает Ну, особо хорошо снимать тоже не будет Микрофон отличный Запишу сейчас просто ролик В данной модели также присутствует встроенный GPS-спутник Который, в принципе, работает Я вам непосредственно съемку его ловли спутников не буду показывать Я просто покажу скриншот И так как могу сразу сказать, что спутники ловят довольно-таки долго То есть, нужно идеальное там условие Просто покажу, что они действительно ловятся Что они действительно есть Вот это через Navitel у меня скриншот Вот это через программку Antutu Tester То есть, спутники действительно ловятся Распознает положение на карте смартфон То есть, ну, в принципе, можно его использовать Для навигации с программками Navitel и тому подобное Дубльгиз и тому подобное Давайте подводить итог Смартфон, в принципе, мне очень понравился Lenovo особо никогда не лажает в своих аппаратах, в своих устройствах Довольно-таки уже известно это всем Хороший корпус, хорошая производительность Есть русскоязычная прошивка Спереди защищает экран стекло Которое, я думаю, не особо царапается Минусов практически в этой модели нету Если не считать, вот все те техническую начинку На момент 2013 года Всегда хочется мощнее процессор, лучший экран, больше оперативки То есть, только его технический набор можно считать минусом Все сделано за эти деньги За вот эти вот 900 гривен Которые он продается у нас в наличии в Украине Не в Китае Я считаю, что очень достойный аппарат И он достоин вашего внимания Спасибо за то, что смотрели мой обзор Если нравится, ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал Всего доброго